так всем добрый день сегодня я буду варить хозяйственно отбеливающее мыло для стирки белых вещей мыло будет вариться с кокосового масла это rdo butter масло кокосовое сейчас здесь ровно килограмм я его поставлю на водяную баню вот у меня такая рабочая кастрюля налью воды она закипит сюда взвесим наше масло кстати где наши весы вот здесь я приготовила разные баночки скляночки на всякий случай обязательно термометр измерять температуру лимонная кислота будем добавлять его щелочной раствор для чего для кондиционирования чтобы было более мягкая водичка смягчалась и тогда мыло будет хорошо отстирывать и все будет окей сейчас пока взвешу кокосовое масло вот масло мне надо тысячу грамм или один килограмм так как здесь в кулечке немножко осталось масло поэтому на весах у нас показывается показывать 996 грамм ничего страшного в этом нет никакой проблемы это отбеливающее мыло для стирки смотрите как выглядит кокосовое масло замороженном виде вот такой белый красивый продукт сейчас ставим все это дело на водяную баню нам надо его полностью растопить так по рецепту нас водички 350 миллилитров я уже взвесила отставила кстати одела перчатки соблюдаем технику безопасности и хочу добавить лимонной кислоты в рецепт 25 грамм взвешиваем лимонной кислоты еще чуть-чуть если вы добавляете лимонную кислоту на нее надо отдельно высчитывать щелочь на каждый грамм лимонной кислоты у нас пойдет 0 6 грамма щелочи дополнительно если в рецепте у меня значит щелочи 181 грамм 41 миллиграмм добавляем туда еще 15 грамм дополнительной щелочи и того 196 41 то есть допустим лимонной кислоты 25 грамм значит мы 0 6 дополнительно добавим щелочи до 25 грамм умножаем на 0 6 получается у нас сколько 15 вот 15 грамм щелочи еще дополнительно добавляем теперь эту лимонную кислоту я сразу высыпаю у сюда у водичку пусть она здесь растворяется и мы с взвешиваем натрию аж щелочи натрию аж который у нас идет для твердого мыла на кухне становится жарко работает плита нагревается наше масло кокосовое ставим любую посудку вот я беру ту же чашечку что и лимонная кислота у меня была обнуляем тару натрию аж это щелочь опасное вещество нам надо взвесить 196 41 стараемся не дышать парами я немножко пересыпала 195 добавляю перчаткой вы так не делайте все щелочном гидроксид натрия гранулированный больше не понадобится закрываем плотно крышкой и ставим в крупное место чтоб никто из ваших близких родных животных тем более не достал так весы нам тоже пока не нужны вот мы имеем водичку с лимонной кислотой она еще не растаяла пусть растворяется она быстро растворится и я выйду на балкон буду делать щелочной раствор то есть буду вот эту щелочь в гранулах высыпать водичку и температура здесь будет расти потом мы все дело доведем до одинаковой температуры я имею ввиду наше кокосовое масло и щелочной раствор пойду на балкон чтобы не дышать будут идти и пары нельзя дышать это небеспечно все девочки наше масло кокосовое растворилась немножко но теплее чем щелочь 52 градуса как бы это много надо поменьше можно 52 но надо одинаковая температура чтобы было кай вот ставлю пусть она остывает она такое видите полностью прозрачная красивая вот жирок жирок такой так а здесь щелочь у нас остывает быстрее она уже не так парует значит я сейчас масло вынесу на балкон оно там быстрее будет остывать так ну поехали будем смешивать щелочь и масло делаем это с помощью сито щелочной раствор с лимонной кислотой выливаем масло но не наоборот работать надо быстро так как это мыло с кокосовым маслом быстро входит в след уберу нам это не понадобится сначала перемешиваем лопаткой хоть бы все получилось я хоть не первый раз варю мыло у меня на канале есть видео с хозяйственным мылом как я его варила нарезала но каждый раз это знаете такой процесс вот она уже начинает загустевать я мешаю просто лопаткой приготовила такие две формы силиконовая она в таком ящичке вытаскивается удобно и вот такие хризантемки из антеки эта посуда нам не нужна будем это дело наливать все пусть стоит сейчас берем блендер вся посуда для мыла должна быть отдельная блендер у меня уже хочет немножко умрет он уже свое отработал отслужил но у меня на замену есть новый если этот вдруг откинет копытца свои мы возьмем новый смешиваем две фазы до легкого следа то есть молекулы жира должны соединиться с молекулами щелочи вот вам видно такая видите мутная масса получается и так и так перемешиваем и блендером и включенным и уже есть легкий след но еще чуть-чуть это стучит провод еще маленько никакие ароматы я сюда не добавляю это мыло для стирки если вы хотите чтобы был аромат можно любое эфирное масло добавить если масло чайного дерева будет антибактериальный эффект он здесь и так будет так как кокосовое масло в мыле с нуля хозяйственным занимает очень такое место очищающее то есть оно будет сильно очищать можно добавить эфирное масло апельсина или какую-либо отдушку желательно американскую они не так быстро входят в след все мыло в легком следе больше не буду иначе оно станет колом пусть лучше будет такое жиденькое возьмем салфеточку поставим блендер и будем разливать форму а то у меня опять заказывают а мне нечего дать последний кусочек забрали хозяйственного значит этим мылом желательно стирать только белые вещи если цветные застирал и сразу надо полоскать так как может остаться осветленное пятно на цветной ткани поэтому лучше только белые детские вещи пеленочки от какашек детских очень хорошо оно отстирывает вы можете в домашних условиях сварить себе такое мыло там нижнее белье трусики детские носочки вообще бомба ракета так ставим и будем наливать сначала я налью наверно в хризантемки а потом то что останется в эту форму вам хоть видно или нет ой немножко перелила но ничего если не видно я вам постараюсь показать поближе а видно видно сейчас подвину чуть-чуть камеру тогда наливаем не боимся немножко наляпали ничего страшного я просто издалека лью поэтому мне не очень удобно так сюда пусть стекает и берем наши прямоугольную форму и остатки выливаем сюда вот шикарная у нас получилось хозяйственное отбеливающее мыло для стирки белых вещей так силиконовой лопаткой очень удобно убирать вот эти все остатки так пройтись полностью и все вылить значит это мыло очень быстро входит в стадию геля проходит гель химическую реакцию и поэтому его надо будет в частности вот в этой форме прямоугольной быстро порезать и не упустить этот момент если я это все дело оставлю до завтра то я его просто не разрежу и вы тоже будьте внимательны если вы будете такое делать немножко по вытираем так форму надо остучать чтобы пузырьки которые там образовались полопали все девочки мыло мы сварили покажу поближе вот так у нас получилось значит хризантемы мы трогать не будем они будут застывать им ничего не станет они когда полностью пройдут гель они застынут затвердеют мы их вытащим с формы они будут у меня четыре недели зреть а это мыло я за ним буду наблюдать в прямоугольной форме когда оно пройдет гель и в теплом виде я его буду резать потому что потом оно просто превратится в кирпич который будет знаете такими сколами осколками ломаться резаться нож туда не проткнешь поэтому у меня сегодня до вечера я буду за ним смотреть сейчас засеку время два часа я думаю ему хватит кстати если вы хотите хорошо отмыть посуду после мыла вы можете ее оставить на сутки это мыло прямо здесь пройдет стадию геля превратиться в настоящее мыло только с высоким процентом щелочи и легко отмоется посуда но я ждать не буду я сразу помою ну вот как я и говорила прошло два часа сейчас уже пол седьмого вечера мыло прошло стадию геля вот оно такое беленько смотрите даже вот крошится уже очень горячее такое прям хорошо горячее даже не знаю какая тут температура померить наверное не удастся будем вытаскивать из формы пытаться вытаскивать вот таким путем хочется верить что оно застыло везде фу слава богу это за два часа это не сутки так смотрите сколько сухих кусочков ой горячее и даже вот если вам видно вот видите начинает трескаться вот так оно прошло гель морщилась так пахнет вкусно попробую градусник найти секунду измеряем температуру мыло если вам видно 30 градусов но она горячее просто твердым куском вот смотрите уже выше градусы идут 33 до где-то градуса наверно 40 видно вам 35 36 ну вы поняли мыло еще хорошо теплое до 40 будет точно потому что останется таким куском огромным берем нож надеюсь вам видно хорошо стусло и попробую уже режется очень туго я уже надо было на полчаса раньше смотрите какая красота полтора часа и нужно мыло резать это отбеливающее кокосовое мыло для стирки белых вещей я уже передержала девочки на килограмм кокосовое масло полтора часа и можно нарезать иначе она будет колодца вот я сейчас быстро порежу пока она у меня еще полностью не застыла и не остыла вот этот кусочек на две части возьму все а если вы передержите можете даже не пытаться резать будут осколки стусло убираем просто сплошной кусок мыло будет вы его просто не разрежете вы нож туда не ставите никакое не резак не стусло она еще тепленькая хорошая уже остывает уже и порезала вот такой беленькая твердо за два часа я уберу в корзинку такую обычную корзинку ставлю будут такие брусочки и будут хризантемы вот и она отправится у меня созревать на 4 а то и 6 недели так что у нас с хризантемами видите как я вытирала так она и засохла здесь это мыло вытаскиваем наши хризантемы вот такая красотулька квитка такая гарно получается твердая вот хризантем ку сюда закинем вот из килограмма масла у нас получилось 5 бруской и 6 хризантем отлично вытаскивается формочку я стираю потому что я лентяйка стиральной машине так убираем и вот такие хризантем очки у нас получились красивенные они еще горячие горячие только из формы вот такая красивая мылка для тех кто будет творить первый раз такое мыло я вам советую разливать его порционно в любые формочки такие силиконовые типа хризантем это может какие-то бабочки там машинки не знаю все что угодно потом вам не придется караулить его вы можете залить и уйти себе по делам или но вечером сделать это мыло и на ночь лечь спать и вы не будете за него переживать что его надо быстро порезать как вот это брусковое потому что чем она дольше стоит вы утром станете себе с формы вытащили вот и все смотрите какой ровной текстуры нигде ничего беленькая беленькая как снежок а вот это уже брусковое мыло которое мы заливали в прямоугольную форму с ним конечно надо будет потрудиться если будете первый раз варить лучше не рискуйте лучшие формочки такие заливайте и все и забудете себе мыло сварено холодным способом будет зреть у нас четыре недельки сложим в корзинку накроем бумажной салфеткой и аля у лена отправится созревать вот так вот так накроем чтобы пылью не преподала и до свидания и это так же самое все мыло наше готово для белых вещей для стирки белых вещей всем спасибо за внимание пока пока